Всем привет! Сегодня забрал на почте посылочку большую. Сейчас будем ее вскрывать, но для начала хотел бы выразить слова благодарности тем людям, которые организуют у нас совместные закупки из рубежа. Спасибо вам, ребята! Благодаря вам мы имеем возможность играть в игры, которые в России не купить. Приношу извинения за то, что весь пакет не влазит в кадр. Игра в нем, конечно, меньше, чем пакет, но нет у меня возможности снять это как-то с другого ракурса. Ну что, приступим. И в пакете у нас еще один пакет. Проходим второй уровень. Второй уровень пройден. Переходим на третий уровень. Будет все время на досуге, можно будет лопать. Фигурочки. И вот она сама игрушечка. BioShock Infinite. Я обожаю компьютерную игру. И тут представилась возможность приобрести себе игру настольную, чему я несказанно рад. Давайте посмотрим дальше. Открываем потихоньку. Правила игры. Три плаката wanted разыскиваются. Это таймлайн. Наверняка это используется как-то в игре. Пока не знаю, правил не читал. Это у нас памятки. Жетоны. Жетончики. Ух ты. Еще жетончики. Игровое поле. Раскладывается у нас. Вот. Достаточно большое. Очень плотное. Края. Смотрите, как сделаны. Потому что на некоторых играх края у нас как бы заканчивается бумагой. Вот здесь наклейка. А здесь она завернута и подклеена с другой стороны. Хорошо не выстрепается. Целая куча карт. Три колодки. Целая куча кубиков. И хорошо запакованы у нас миниатюрочки. Четыре пакетика. Эх, миниатюрочки-то оказывается и правда уж миниатюрные. Думал, они побольше. Интересно, такие удастся раскрасить. Неудачно выбрал. Красный цвет не видно. Это у нас Хэндимэн. Вот он он. Всего у нас получается здесь четыре цвета. Это голубой, красный, бордовый и синий. То есть в игре может участвовать до четырех игроков. Но я так понял, здесь идут дуэльные партии. То есть или один против одного играют по две команды. Или четыре играют также в команде. Два против двух. Точно буду разбираться. Это у нас целая стопка Хэндимэна. Хэндимэна. Солдатики. Ну. Сейчас интересно сфокусировать камеру можно будет. Не хочет сфокусироваться. Несмотря на то, что они уж очень-очень маленькие. Нельзя сказать, что они не детализированы. Понятно, что на них одеты. Допустим, вот эти вот, если взять. Опять что-то красный. Беру красный, не видно, сливается. Мне нужно закрыть каким-нибудь фоном. То есть видно, что у него в руках есть оружие. Есть шапка. Даже некие черты лица. Патронтаж висит. Хорошо, мне нравится. И последний пакетик. Здесь у нас Дирижабль. С помятыми крыльями. Кто у меня крылья помял? Ну, мы просто второе сделаем. Это я так понял, как главная фигурка у, допустим, красной команды. А сокол это будет главная фигурка у синей команды. Красный это у нас, получается, революционеры. А синий это Камстока. От сокола я в восторге. Я всегда себе хотел именно фигурку сокола. Большая фигурка у нас продавалась в коллекционном издании. Компьютерные грибы Ошок. Но у меня не было... Даже если были бы деньги, я бы никогда в жизни не купил себе такую дорогую компьютерную игру коллекционную. Поэтому я взял себе обычную игру и прошел ее не один раз. В восторге. В восторге от сокола. Очень хорошо сделан. Красиво. Также у нас есть... Это, я так понимаю... Не знаю, надо будет почитать правила местные. Вот сам Комсток. Сам Комсток. И у нас, значит, где-то должна быть предводительница. Не знаю где. А это Букер и Элизабет. Букер и Элизабет. Это очень маленькие фигурочки. Ну, очень... Фалангу пальца. Меньше фаланги пальца. Дальше переходим к кубикам. Их у нас 15 штук. 3, 3, 3, 3, 3, 3, да. 12 игровых. И 3, я так понимаю, для передвижения по скайлайну. Это вот эти кубики нестандартные. Где-то нет определенных цифр, где-то лишние цифры. А здесь, например, только нули, единицы и такой вот палец вверх. Еще я хотел сказать о самой коробочке. Она плотная. У мышей и Тайн, по-моему, такая же. Такой же органайзер. Самый внутри тоже плотный. Мне нравится. Полное содержание карт я не знаю. Ух ты. Давайте откроем одну пачечку, посмотрим. Здесь у нас светло-голубые и синие карты. Карточки у нас, не знаю, что в пример привести. То есть это у нас и не бумага. Скажем так, они не плохие, но это и не оттиснение под лен. Просто глянцевые карточки. Но по ощущениям хорошие. Хэндимэн, Флагмэн, Шотганнер, Моторозайт, Патриот. А я что-то здесь его не видел. Среди фигурок, наверное, Патриота и нету. Жаль, была бы хорошая фигурка. Также, я так понимаю, это красные карточки. Вернее, к красным игрокам. Да, вот так они выглядят. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Ждите в ближайшее время обзор на правила игры. То есть как это играется. Ждите летсплеи. Ну а на сегодня всем спасибо. Всем счастливо.